Коммунистическая партия Афганистана, находившаяся в подполье, была легализована под названием Народно-демократическая партия Афганистана, НДПА. Выборы позволили Бабраку Кармалю и его подруге Анатихе Ратебзад пройти в депутаты. Еще двое коммунистов, одним из которых оказался Хафизула Амин, были избраны в результате выборов в 1969 году. Состоявшийся в начале 1965 года съезд НДПА назначил по указке Советского Союза генеральным секретарем партии Нур Мухаммеда Тараки. Между тем, за фасадом внешнего единства в партии существовали и разногласия, и соперничества, проистекающие как из соображений политического толка, так и порождаемые племенным противоречием, личной неприязнью. Бабрак Кармаль происходил из Кабули, то есть аристократов бризских к королевской семье. Он был сыном генерала Мухаммеда Хосейн Хана, а Кармаль всего лишь псевдоним в переводе означающий «друг трудящихся». По словам одного перебежчика из КГБ, Кармаль многие годы сотрудничал с советскими органами госбезопасности. Другой основатель партии Нур Мухаммед Тараки был сыном зажиточного крестьянина и родился в одной из деревень провинции Газни. Он принадлежал к этнической группе пуштунов, а в правящие круги проник благодаря тому, что владел английским языком. Хафизула Амин тоже был из пуштунов. Он родился в предместье Кабула в семье мелких чиновников. НДПА состояло из двух фракций – Хальк – народ и Парчан – знамя. У каждой из них была своя газета. Хальк объединял пуштунов юго-восточных районов страны. Вокруг Парчан группировались представители зажиточных классов, говорящие на диалектах персидского языка и стремящиеся осуществить на практике теорию единого фронта. Обе фракции, не скрывая, демонстрировали полнейшую ортодоксальность и послушно следовали советским политическим директивам. Хотя, похоже, Парчан прислушивался к пожеланиям Москвы с чуть большей готовностью. Раскол между двумя фракциями продолжался с 1966 по 1976 годы. Причем каждая из них тем временем утверждала, будто представляет афганских коммунистов и действует от имени НДПА. Хальк и Парчан вновь объединились в 1976 году. Судя по всему, численность партии вряд ли когда-нибудь превышала от 4 до 6 тысяч членов. Наряду с этим двумя группировками, объединенными в рамках НДПА в стране, существовали и прокитайские разновидности коммунизма. Партия Шалай Джавид, Вечный Огонь, которая вербовала своих сторонников, главным образом среди шиитского населения и студенчества, впоследствии разделилась на множество ветвей. Все группы маоистского направления приняли участие в повстанческом движении. В период с 1965 по 1973 годы афганские коммунисты ввели непрекращающуюся кампанию, направленную на дискредитацию правительства и монархии. Они все чаще устраивали манифестации, срывали своими демаршами заседания парламента. Одновременно активисты НДПА предпринимали попытки завербовать новых сторонников в правящих кругах. Субтитры создавал DimaTorzok